Фитнес в декретном отпуске Действительно ли можно в декретном отпуске заниматься прямо с ребенком? Ребенок не мешает? Нет, не мешает. Смотрите, все дети, они ни за что, ты их не построишь и не скажешь, так, все, встали, строимся, никому это не интересно из детей. Дети все повторюхи-мухи, да? Все повторюхи, надо все делать в игровой форме, чтобы их заинтересовать, именно вот зарядка, как игра. И тогда им будет интересно. И вы нам покажете сегодня что-то из ваших игр? Вот что мы делаем дома. Вот такая вот небольшая гиря. Гирька примерно 14 килограммов. Около 14 килограммов. Да, и все, ребенку весело, а мамочка начинает спокойно приседать. Вниз и вверх. Вниз и вверх. Обратите внимание, как счастлив ребенок. Он немного стесняется, но внутри он полон удовольствия и счастья. Какие группы мышц мы сейчас накачиваем? Основная группа мышц, это большие мышцы бедра. Вот я присела бедрами, а поднимаюсь, я включаю ягодички. Ноги специально расставила так, чтобы пятками сильнее продавить в пол и встать с ягодиц. Всем девочкам хочется после родов подтянуть хорошо ягодицы. А кроме этого, какие еще упражнения можно выполнять вместе с ребенком? А ребенку это не мешает? Нет, совсем не мешает. Это очень весело. Даже в тот день, когда вы уже маетесь, не знаете, чем заняться с ребенком, просто возьмите, проведите вот такую веселую тренировку. Еще какие? Показывайте, пожалуйста. Вот наклончики, коленочки немного согнуты, спина работает и задняя поверхность бедра. Но главное крепко держать дочь, я думаю. Кроме того, еще работают хорошо мышцы, которые держат ребенка сами, да? Руки, но в основном спина здесь именно на укрепление поясничного отдела спины. Главное сделать все правильно. Это упражнение с тренажерного зала, только с ребенком. То есть спина должна быть прямая, колени могут быть согнуты? Даже в прогибе, я бы сказала. Прогиб? Прогиб засчитан. Шикарный прогиб. Скажите, пожалуйста, а вот где-то есть, может быть, групповые занятия для мам с детьми, куда-то можно прийти, там, позаниматься и пообщаться? Скорее всего, группы, персональные, скорее всего, занятия есть. Да, мама с дочкой плюс тренер. Это будет более целесообразно, нежели в группе. Полина, а для чего у нас мягкие коврики на полу? А мы сейчас с Ярославой вам покажем пресс. Все мамочки хотят подтянуть очень быстро живот после родов. Ложись. И мы сейчас будем вместе на счет поднимать ножки. И наверх. Раз, вниз. Раз, вниз. Таким образом, ребенок еще и считать учится. Да, посчитает вам до 10 без проблем. Можно потом еще, например, мама сделала 15, а ребенок 10. И спросить у ребенка, насколько мама больше сделала. Таким образом, мы еще и счет подтянем у ребенка. А еще мы делаем вот такие отжимания, вообще веселые, такие милые отжимания. Вниз. И целуй. И еще поцелуйчик внизу, да? А, вот это здорово. А теперь вместе с мамой отжимания. Вместе с мамой отжимания. И как давно Ярослава практикует с вами подобную зарядку и гимнастику? А у нас дома есть свой зал. Опускайся. И как только мама уходит на тренировку, так дочь вместе со мной в зал. Все турники, все наше, все везде лазим. Ну, скажите, пожалуйста, а можно ли на 100% заменить тренировку в зале вот с помощью такой зарядки вместе с ребенком? Маме. Да. Да, можно. То есть все группы мыслей прокачать, уделить внимание любому кусочку своего тела с помощью ребенка. С помощью ребенка, да, можно... Ну, и получается, ярослава, это же гиря. Да. Она становится тяжелее с возрастом, то есть и ты тоже, получается, утяжелее. Сила приходит, конечно. Конечно. Скажите, пожалуйста, а с какого возраста можно начинать и когда уже лучше с ребенком не делать, потому что... До какого веса у меня опасно? Даже с младенцем можно делать, когда вот он уже головку держит, покачать пресс, те же самые приседы, все что угодно, начиная с маленького грудного ребенка и до тех пор, пока позволяет. Сколько сейчас Ярославе лет и сколько она весит, если не секрет, пока еще об этом говорите? С 4 года, вот уже 5-й, и весит 14 килограмм. Вам не тяжело? Вот как вы считаете, на этом весе лучше остановиться и дальше делать в росте? Смотрите, я подготовленный спортсмен, мне это легко, для меня этот вес, можно сказать, даже ниже среднего, для меня это очень легко. Для мамочек, которые начинают, то я рекомендую просто вместе делать какие-то упражнения веселые, вот что-то вот типа отжиманий с поцелуйчиками, что-то вот такое вот. Либо пресс, где на подъемах можно дать 5 ребенку. А вот бывают какие-то проблемы наверняка у женщин, я не рожавшая, я не знаю, после того, как появился ребенок, какие-то, может быть, боли появляются в пояснице, в спине, можно с помощью каких-то упражнений с ребенком избавиться от этих болей? Это будет тогда занятие по пилатесу. Там идет медленный, спокойный темп дыхания и именно на укрепление мышц спины, мелких и крупных мышц. Потягушки такие определенные. Потягушки, растяжки, да, что-то вот в таком духе. И тоже ребенка может задействовать, но уже не как гирю, естественно, если проблема, вы говорите о проблемах, тогда уже не как гирю, естественно. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Мы порадовали всех. И мамочек, и папочек с помощью Полины Волынкиной. Большая вам рада. И, друзья, вот такая семейная традиция. Вместе на зарядку, да?